Добрый вечер, братья и сестры! Эти убранства церкви уже располагают на проповеди, на рождественскую тематику. Но, тем не менее, я буду читать из послания к Ефесиным, из 5 главы, 15-16 стих. Апостол Павел пишет. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Потому что одни лукавы. Предлагаю, братья и сестры, продолжить изучение этой удивительной книги послания к Ефесиным. Сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять на первую половину прочитанного отрывка. И поговорить о мудрости и о неразумии. Поговорить о подлинной Божьей мудрости и так называемой человеческой мудрости. Но прежде, в нескольких словах, хотелось бы напомнить то, о чем я проповедовал в прошлой проповеди. Чуть выше, в этой главе, с 8 по 14 стих, апостол Павел призывает верующих, всех нас, братья и сестры, к ответственной жизни. Призывает помнить, что мы чадо света. И призывает нас так и поступать в своей жизни. Павел напоминает, что у тех, кто стал дитем света, чадом Божьим, будет неизменно явлен плод Святого Духа, плод благости, плод праведности и плод истины. Те, кто познал Иисуса Христа, говорит апостол Павел, никогда не позволят участвовать себе в бесплодных делах тьмы. Но, напротив, будут противодействовать всякому злу, будут обличать всякое нечестие и неправда, которую будут видеть в окружающем себе мире. Дети Божьи, говорит апостол Павел, никогда не будут идти на компромисс в вопросах определений, что хорошо, а что плохо, но будут занимать последовательную, выверенную, если хотите, библейскую позицию по отношению к любому злу, с которым им приходится, нам, братья и сестры, приходится сталкиваться в нашей жизни. Дети Божьи будут обличать и выводить на свет Божьи и правды всякие дела тьмы. Братья и сестры, все-то о нас, пишет апостол Павел. И это одновременно и утверждение, и вопрос каждому из нас. Так ли это? Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, такими и быть. Жить святой и праведной жизнью, являть своей жизнью плод Святого Духа в каждом дне, достигая этих добрых качеств, благости, праведности истины. И пусть благословит Бог иметь в своей жизни твердую позицию, когда мы сталкиваемся с тем или иным грехом, который может нам встретиться в нашей жизни, чтобы мы могли называть вещи своими именами, именами, которые называет Библия. Сказав эти пожелания, апостол Павел подводит как бы итог всему. И он говорит, итак, другими словами, наконец, если вы, дети Божьи, обращается апостол к верующим, то пусть ваша жизнь, ваши поступки будут наполнены мудростью от Бога. Пусть поведение ваше, говорит апостол, пусть отношения к жизни, ценности вашего сердца будут мудрыми. Смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Поступайте в жизни взвешенно, поступайте осторожно, поступайте мудро, говорит апостол, обращаясь ко всем нам, обращаясь к верующим. Руководствуйтесь Божьей мудростью и не допускайте неразумного отношения к скоротечным дням жизни, призывает Павел. Братья и сестры, в чем заключается неразумие в поведении и в чем заключается мудрость Божья? Какого человека Библия называет мудрым, а кого неразумным? Или, может быть, еще хуже, называют безумцем? С этим вопросом, вопросом определения я хотел бы разобраться сегодня. А уже в следующей проповеди, если Бог позволит поговорить о Божьей мудрости в контексте скоротечности дней нашей жизни. Итак, что есть мудрость? Наверное, каждый человек на этой земле желает быть мудрым. Но каждый видит мудрость в чем-то своем. Одни в углублении и достижении вершин науки, другие в искусстве, в философиях, в различных изобретениях. Кто-то ищет мудрости в том, чтобы заработать побольше денег, чтобы все иметь и побольше, побольше, чем у других. Кто-то считает мудростью отделение и уход из этого мира в мир покоя, мир аскетизма, уйти и закрыться в келью и так далее. С самых древних времен до нашего времени человечество искало и, как многим, возможно, казалось, находили эту мудрость. Люди нашего времени также продолжают изобретать свою человеческую форму мудрости, устанавливая свои человеческие критерии, определения, оценки, в чем состоит подлинная мудрость. Традиционно считается, что мудрость – это многого достичь, это много знать, это много сделать открытий, это стать ученым, философом, стать тем, у которого будут другие приходить и спрашивать совета, спрашивать мудрости. И, как правило, современный человек считается достаточно мудрым, знающим ответы на многие сложные вопросы, достигший невиданных высот в своем прогрессе. А так ли на самом деле? Является ли это на самом деле подлинной мудростью, библейской мудростью, Божьей мудростью? Может, кто-то из присутствующих не знает, но Бог многих таких людей со всей их мудростью, со всех их знанием оценивает не более как глупцов. Апостол Павел в первом послании к Оринфянам, 21 глава, 20 стих, вторя словам пророка Исаии, как будто обращаясь к современному человеку, говорит следующее. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость века сего в безумие?» И это правда. От того, что человек, отвергая Бога, сегодня очень многого достиг и познал, изменился ли он сам за эти тысячи лет, изменилась ли его сущность, достиг ли он хоть какой-то мудрости, не говоря уже о подлинной мудрости. Стали ли люди мирно жить между собой? Избавились ли от бедности, от голода, от невежества, преступности, безнравственности по сравнению с людьми, жившими много столетий назад? Да, мы более образованы, чем наши предки, но не более нравственные. У нас появилось гораздо больше возможностей помогать друг другу, но мы от этого не стали менее эгоистичными. У нас сегодня бесчисленное количество средств различных коммуникаций, но мы понимаем друг друга, к сожалению, ничуть не лучше. У нас больше психологии, больше образованности, и вместе с тем у нас больше преступности и больше войн. Куда завели без Бога наши так называемые великие и мудрые мыслители, философы, социологи, психологи, экономисты, государственные и политические деятели? Никогда до сих пор человечество не было до такой степени морально деградировавшими и испорченным. И мир продолжает неизбежно все дальше катиться в пропасть. Мир со своей псевдомудростью за последние тысячи лет так и не изменился, потому что этот мир, установив свои стандарты и критерии мудрости, не знает и не желает знать подлинной библейской мудрости. Мир не желает знать Бога, Бога, который творец, который над всем, который держит в руках этот мир, он не желает знать Бога, который, как написано ныне всем людям, повелевает повсюду покаяться, который говорит, остановитесь в своей мудрости и познайте, что я Бог, как написано об этом в 45-м псалме. Это неприемлемо для человека. Грешный человек не понимает и не приемлет Божью мудрость, который открывается свыше, открывается через Иисуса Христа и называет ее глупостью, называет ее юродством, называет ее безумием. Вот поэтому Бог со своей стороны очень категорично высказывается и о мудрости таких людей. Мудрость мира сего есть безумие пред Богом. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. 1 Коринфянам 3 глава пишет апостол Павел. Братья и сестры, Библия говорит, что человек, который отвергает в своей жизни Бога, это неразумный человек. Более того, совершенно безумный тот, кто узнавая, что Бог все же есть, продолжает идти против него, продолжает противиться ему, ища смыслы жизни в чем-то временном, в чем-то суетном, в чем-то скоротечном. Вот что о таких людях говорит Библия, о римлянам 1 глава. «Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Почему обезумели? Да потому что любая человеческая мудрость никогда не решала и не способна решить основополагающие проблемы человечества и любого человека в частности. проблему греха, проблему обреченности без Бога на погибель вечную. Не решала, потому что во всех своих расчетах и достижениях в этой мудрости Бога просто нет. Он там лишний. Он не вписывается в эту созданную человеком систему координат. Вот поэтому Бог, глядя на такую мудрость, которая отвергает своего Творца и идет по пути суеты, пустоты, тщетности, называет ее утопией, называет ее безумием. Отвержение Бога и надежда на свой разум, на свою собственную мудрость в этой жизни, а тем более в достижении каких бы то ни было вечных духовных целей – это путь к катастрофе. Человеческая мудрость становится действительно абсолютно лишенной смысла, становится бесполезной там, где речь идет о Боге, где речь идет о спасении, где речь идет о духовной истине. Ни одна философия, ни одна теория никогда никого не привела и не приведет к Богу. Мудрость мира этого никогда еще никого не избавила от его собственного греха. Мудрость мира этого ведет человека лишь только еще в больший грех, лишь в большее нечестие и в большую вражду с Богом. Она не может указать человеку путь к вечной жизни, а тем более дать ее. Мирская мудрость не приводит и никогда не приведет человека ко Христу к осознанию подлинной истины, подлинной мудрости, истинной Евангелии, истина о спасении, наоборот, будет неизбежно уводить как можно дальше от всего этого. Прошу понять меня правильно. Библия не отвергает достижения науки, технический прогресс, изобретательный ум, безусловно, достижения знания, получения образования, исследования и достижения науки, они полезны с одной стороны, но они очень ограничены, временны и суетны с другой. Много знать, понимать и применять это в своей жизни, это правильно и это хорошо, и в этом нет ничего плохого, с одной стороны. Но дело в том, что все это применять без всякого расчета или всякого допущения существования Бога, который над всем, это превращает в конечном счете эту человеческую мудрость в безумие, превращает в пустоту, в ничтожность. Оно обесценивает ее. Каждое новое открытие науки, по сути дела, должно было прославлять Бога. Оно должно было рассказывать людям премудрость Божью. Ну вот послушайте, что говорят так называемые выдающиеся ученые мира этого, политики, писатели, которые достигли многого, которые стали великими мира этого, которые стали в этом мире, если так можно сказать, мудрецами. Я несколько цитат проведу. Джон Фаулс, писатель. «Даже если есть человек, точнее, даже если есть Бог, человечеству безопаснее вести себя так, как будто его нет». Дэнни Дидро, философ. «Пока человек не выгонит Бога из своей головы, он никогда не станет свободным». Йоганн Гёте, поэт. «У кого есть наука, тот в вере не нуждается». Фридрих Ницше, мыслитель, философ. «Вера – это нежелание знать, что есть правда». Эрнест Хемингуэй, писатель. «Все думающие люди – атеисты». Томас Эдисон – изобретатель. «Вера – утешительная погремушка для тех, кто не умеет думать». Сергей Капица – ученый и физик. «Человек придумал Бога, а не наоборот». Этот цитатник можно продолжать бесконечно. Эти люди многого достигли в своей жизни, но они так и не познали, так и не осознали, в чем подлинная мудрость. Любые достижения в этом мире без признания Бога и Творца ведут человека в никуда. Можно только жалеть тех людей, которые многие годы изучают различные науки, изучают философию мировоззрения Аристотеля, Синеки, Конфуцина проходят мимо Библии. Что дает им это изучение? Эти ученые и философы со всей их мудростью так и остаются бесконечно далеки от подлинной истины. И они никогда не будут способны научить ей других кого-то. Какой смысл в образованности, в великих достижениях, в человеческой мудрости, когда в жизни нет Бога? Когда человек ее отвергает? Когда он просто прямо говорит, что Бога нет? Нет, такой человек со всей его силой и мудростью в глазах Бога всего лишь начитанный и образованный безумец, идущий по пути в ад. Даже самые лучшие ученые, самые лучшие изобретатели, отвергающие Бога в своем мировоззрении в контексте вечности, как бы то ни резко звучало, всего лишь безумцы, так и не дошедшие до познания подлинной истины. Как некогда писал Давид в 13-м псалме, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Все, кто живет в этом мире так, как будто Бога не существует, демонстрируют этим тщетную мудрость этого мира. Библия предостерегает верующих и через апостола Павла посланники Ефесиным от такой пустой, суетной человеческой мудрости. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Несколько утверждений я хочу сказать о мудрости свыше. В чем состоит истина, истинная Божья, подлинная мудрость? Как можно сегодня ее достигать? Как можно ее получить? Что говорит об этом Писании? Во-первых, мудрость – это знать Бога, это знать Христа. Братья и сестры, у христиан есть величайшее преимущество перед этим миром. Бог уже открыл нам величайшую премудрость в Сыне Своем Иисусе Христе. Он призвал нас к новой жизни через проповедь об Иисусе Христе распятом. Мы уже наделены этой главной составляющей Божьей мудрости, которая этому миру кажется безумием и глупостью, как написано, ибо Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Мудрость, явленная через Иисуса Христа, она абсолютна. Она открыта самим Богом свыше. Она не оставляет никакого места человеческим заслугам, человеческим знаниям, достижениям, человеческому положению или, может быть, человеческой гордости. Мудрость от Бога – это когда все и во всем Бог, и только Он – начало и глава всего, и когда только Ему, а не человеку, принадлежит вся слава и честь. Мудрость от Бога, которую Он открывает свыше, это в распятом Иисусе Христе признать своего Спасителя и Господа и раскаяться перед Ним. Знать Христа – это высшая, главная мудрость, которую можно достичь здесь, на этой земле. Во-вторых, мудрость – это знать и исполнять Божье Слово. Для нашей повседневной практической жизни у нас есть живое вечное Слово, сказанное самим Богом, в котором сокрыта истинная мудрость, которая открывает нам Бога, которая придает нашей жизни духовный смысл, придает значение, которая является удивительно подробным и точным руководством для нашей жизни. Библия удивительным образом Слово Божие дает ответы на любые вопросы, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. Помните, когда-то Израиль, готовясь войти в обетованную землю, и Моисей напоминает народу, в Таразаконе 4 глава, «Вот я научил вас постановлениям и законам. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша, и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Божьи постановления предполагались быть источником мудрости для Израиля, для каждого человека в отдельности. Братья и сестры, наша мудрость сокрыта в том же слове. Она в том, в чем была когда-то дана и для Израиля. Мирская мудрость полностью полагается на свои собственные способности, но истинная мудрость видит свою опору в Боге, видит опору в Его слове. Мир этого не понимает. Апостол Павел говорит, «Если кто думает из вас быть мудрым в веки всем, тот будет безумным, чтобы быть мудрым». Стать безумным в глазах этого мира – это значит осознавать собственное бессилие, неспособность достичь, что бы то ни было без Бога. Это значит стать зависимым в своей жизни, в своих планах, всегда и везде, исключительно от Бога и от Его Слова. Это значит отвергнуть свои собственные понятия, свою силу, свою мудрость, чтобы следовать Божьим наставлениям, чтобы следовать Божьим принципам. Истинная мудрость всецело полагается на Бога, на Бога и на Его Слово. Соломон осознавал это, когда писал в 9-й притче «Начало мудрости страх Господень» и познание святого разума. Братья и сестры, эти две составляющие Божьей мудрости, Бог и Его Слово, в полноте открыты для нас. Но я хочу еще сказать и о третьей составляющей, о которой говорит апостол Иаков, о мудрости для практической жизни, которую Бог наделяет всех, кто просит о ней. Достижение этой мудрости не требует каких-то, может быть, глубоких мыслительных процессов, не требует она больших знаний, а не требует, может быть, университетского образования или сверхчеловеческих усилий по ее достижению. Божья мудрость для практической жизни — это милость, неиспосланная Богом по молитве всем тем, кто обращается к Нему. Она дается свыше Богом, когда мы просим Его об этом, как однажды сделал это Соломон. Вот что о получении этого преимущества говорит апостол Иаков. Иаков, первая глава. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся Ему». Апостол Павел, обращаясь к двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, тем верующим, которые в результате гонений находились в трудных, стесненных обстоятельствах, жили среди языческого, среди извращенного мира, призывает их уповать на Бога. призывает уповать на Бога, дающую великую стойкость в испытаниях. Бога, который обещает наделять Божьей совершенной мудростью своих детей всегда, когда только они будут нуждаться в ней, когда только будут обращаться за ней к Нему. И эта мудрость, как пишет апостол Иаков чуть позже, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Божья мудрость повседневной жизни, в которой мы нуждаемся, это способность видеть, прежде всего, состояние своей собственной жизни, так как ее открывает нам Бог, так как открывает нам это Писание. Это способность оценивать происходящее вокруг нас событие с точки зрения Библии, с точки зрения неба, с точки зрения вечности. Это способность верно понимать и применять в своей жизни Слово Божие. Братья и сестры, самое главное, что нет необходимости зарабатывать эту мудрость или заслуживать каким-то особым образом. Все очень просто. Бог, в Который мы верим, это Бог, дающий всем, просящим у Него эту мудрость, просто и без упреков. Если же у кого из вас недостает мудрости, а недостает ее у всех, да просит у Бога, говорит Иаков. Братья и сестры, мудрость от Бога для практической жизни это не просто знание Писания, знание определенных каких-то фактов, это не просто проницательность ума. Божья мудрость для практической жизни это удивительная способность, данная свыше, данная по молитве Богом, данная Духом Святым, позволяющая верующему человеку принимать правильные решения, руководствуясь Словом Божиим, руководствуясь мудростью от Духа Святого. Это способность устанавливать верные ориентиры и встречать жизненные испытания, которые мы проходим или с которыми сталкиваемся так, как это угодно Богу, проходить так, как это согласуется с Его Словом. Братья и сестры, самым лучшим свидетельством о том, что эта Божья мудрость есть в христианине, что она есть в каждом из нас, будет наша новая, преображенная Богом жизнь. Жизнь, подчиненная Слову Божьему, жизнь, подчиненная Духу Святому, когда для нас все и во всем будет Бог, когда мы будем нуждаться, искренне нуждаться в каждодневном Божьем водительстве. Когда мы не только будем декларировать свою веру и убеждения, но когда мы будем честно жить по ним, в этом и заключается истинная библейская Божья мудрость. Пусть благословит нас Бог иметь мудрость и поступать так, как некогда Соломон, который не просто хотел быть умнее других, умнее в глазах других, но ища мудрости, Он хотел применять ее, Он хотел жить по ней, Он хотел подчинять свою жизнь ей. Пусть поможет нам Бог, братья и сестры, любить Его всем сердцем, находить и черпать для своей жизни в Нем мудрость, как для своего настоящего, так и для своего будущего. Пусть благословит нашей жизни в каждом дне поступать осторожно, поступать не как неразумные, но поступать как мудрые. Пусть Бог благословит нас так понимать и так жить. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok